привет вы на канале свежак с вами как всегда чернокнижный сегодня будет не обзор новостей а сегодня будет выпуск в формате travel блога ты узнаешь сколько стоит отдых в крыму топ-3 место в алуште где стоит побывать где можно вкусно поесть и сколько это стоит и стоит ли вообще ездить на наши юга в сентябре смотри до конца будет интересно понеслась мы находимся сейчас на автовокзале города алушта время 6 35 радует все кроме одного факта кроме тетки кассирши которая походу давно не была в отпуске нам этот номер стоил 11 тысяч рублей если вы думаете что добраться до ласточного гнезда так просто то я скажу одно нет ни хрена не просто это не просто и долго устрицы у них нет соуса самое ужасное что не было маленькой вилочки мне пришлось вот этой огромной водяга минусы хреновенький вай-фай как не прокатиться там такой штуки у вас устанут ваши ноженьки вы сможете легко прокатиться туда-сюда без проблем за 150 рублей мне кажется это отличный тоже экономит вкусно единственная цена не очень вкусная но кому-ка короче второе место мы решили проверить как зал как вообще там новое кресло не новое женщина кассир говорит что новая аппаратура все норм ну короче проверим и после просмотра фильма я за это поделюсь своим мнением и скажу стоит ли ходить в этот кинотеатр или нет решили короче это ожидание скрасить венчиком в стаканчиках с местного винторга с медьями вышли 1950 а я рекомендую все-таки в конце бронировать отеля заранее с классным видом и классной голубой водичкой чебуречки кстати к ним очередь даже вечера чебуречки на бой а еще друзья здесь у входа на набережную есть столовая называется столовая по-домашнему она по-моему находится в ресторане пекин или ресторан пекина это был столовая по-домашнему короче вы сможете найти по названию столовая по-домашнему это она не вошла в наш рейтинг топ-3 но она входит в рейтинг топ поесть каждый день вкусно и собственно недорого поэтому такие вот замечательные оладушки по-моему там 75 рублей за 100 грамм вкусный кофе вкусные оладушки мы еще съели с леной по классному мясному блинчику собираемся здесь еще собственно обедать и ужинать если вы хотите найти прям идеальное место для купания где чистая вода надо идти от начала набережной почти до конца дойти до отеля вот он морской уголок называется выглядит не очень но выглядит не очень но это все херня главное вот там здесь действительно вода чище чем в начале набережной чем посередине набережной здесь действительно она но имеет такой голубоватый оттенок прозрачный мы теперь будем приходить купаться именно сюда если очень-очень хорошо постараться и не бояться пеших долгих прогулок то можно вон оттуда сначала набережной где вход вон там пройтись сюда почти до конца и наткнуться вот на такую красоту которая вот сейчас там сейчас там лена покажет ее покажет вот так вот вот так вот вот так вот Ну, короче, как не прокатиться-то на такой штуке, не знаю, как это называется, но прикольно. Мы дошли до конца набережной, как раз там сейчас был отель, про который я сказал, где очень чистая вода. И оттуда, с того места, если у вас устанут ваши ноженки, вы сможете легко прокатиться почти до начала. Почти до начала набережной, и, собственно, на вот этом вот каре. Поэтому, в принципе, топчик. Кстати, по поводу экономии. Если вы живете там в конце, а я рекомендую все-таки в конце бронировать отель заранее, с классным видом и классной голубой водичкой, то на вот таких вот карах, на которых мы сейчас едем, можно экономить. Они стоят 150 рублей за человека, не морочиться такси, потому что такси здесь надо скачивать приложение. Ну и, собственно, можно просто оттуда гонять туда-сюда без проблем за 150 рублей. Мне кажется, это они лично тоже экономят. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok На третьем месте. Третье заслуженное место у нас в нашем рейтинге, топ-3 места, потому что занимает бар Мидии. Вот это вот прекрасное место. Офигенная сковородка с мидиями. И еще вот эти вот замечательные, просто превосходные, с офигенным ароматом, вонголи. Безумно классное и безумно вкусное. И еще, кстати, здесь есть десертики. И вот почему этого заведения в нашем рейтинге, почему это заведение сняло третье место. Потому что устрица, устрица, у них нет соуса. Самое ужасное, что не было маленькой вилочки. Мне пришлось вот этой огромной водягой, короче, вот это сделать. Но третье место оно заслужило. Ну и конечно, будучи в Крыму, как не сгонять на Ласточкино гнездо. Мы с ЖЭС уже сюда пришли, сейчас опускаемся вниз. И я... Смотрите до гонца, я расскажу, как недорого, очень-очень бюджетно добраться с Аушты до Ласточкиного гнезда. Очень-очень дешево, смотря до гонца. Короче, если вы думаете, что добраться до Ласточкиного гнезда так просто, то я скажу одно. Нет, нихрена не просто. Это не просто и долго. Но если ты посмотришь до конца, то ты узнаешь, как бюджетно. Ну вот, мы, короче, на территории Ласточкиного гнезда. Но если вы думаете, что это бесплатно, нет, два взрослых билета стоят 200 рублей. И еще можно купить билет внутрь, но нам внутрь не нужно. Нам нужна просто смотровая площадка. Поэтому две сотки приготовили и отдали. И прошли. Короче, мы сели на теплоход Александр Гузунов. Он стоит 500 рублей за одного человека от Ласточкиного гнезда и до набережной Ялты. Смотрите, мы сели жест на второй этаж. За второй этаж нужно еще заплатить по полтинничку. Но как бы что ни сделаешь ради видосика. Продолжение следует... Короче, если кто-то страдает морской болезнью, там, укачиванием и так далее, будьте аккуратнее. И от Ласточкиного гнезда отобраться на теплоходе с экскурсией и экскурсоводом и классным рассказом. Это круто. Но смотрите, как качается. Нас джесс немножко укачало. Да, 30 минут. Полчаса, и мы на набережной Ялты. Теплоход Александр Гузунов. Круто, советую. Блин, ну это действительно крутые полчаса с крутой экскурсией. Ты вдоль берега плывешь, тебе реальный экскурсовод рассказывает основные, наверное, достопримечательности. И если ты вообще не в курсах, чё, как и где находится, то действительно мы рекомендуем. Плюс он прибывает к причалу, к четвёртому, по-моему. И здесь можно сразу пройтись и заодно прогуляться по набережной. Собственно, что мы сейчас и делаем. И мы ещё в поисках еды вообще хочется жрать. Мы находимся на центральной смотровой. Вот так вот она выглядит. Ну, я покажу её ещё. Здесь красиво, здорово. Здесь немножко, конечно, как сказать, если сравнивать, например, с Алуштой, то здесь движухи побольше. Я не знаю насчёт протяжённости набережной, но Алушта, наверное, очень длинная. Здесь, не знаю, мне кажется, либо такая же, либо, может быть, чуть-чуть поменьше. Но, наверное, за счёт того, что больше движухи. Поэтому, как бы, здесь типа не скучно. Но, в принципе, в принципе, Алушта тоже ничего. Ну, короче, если вы будете проходить мимо, то смотровая здесь сделана очень классно. Good, good, good. Насчёт поесть. В Алуште есть столовая по-домашней. В начале выпуска я и про неё говорил, то, что там здорово. Здесь мы тоже её нашли. Я думаю, в ней не хуже. Сейчас покушаем там и скажем своё ощущение об этой столовой. Смотрите, полноценный обед. Нам вышел на сумму 840 рублей. Короче, это порция плова, это чайник чик-чая, это хлебушек, это два рахат-лукума, это сухарики, это вот эта штука, я забыл, как она называется. Это картошка с котлетой, это вот эта гренка и это две солянки, да, мы взяли или что это? Это, короче, это, по-моему, две солянки, что это такое. Ну, короче, я считаю... Борщик украинский. Борщик украинский. Я считаю, то, что 840 рублей это достойная цена для такого, собственно, обеда, ужина. Вечером в Алуште тоже круто. Набережная, мы пришли на набережную, на вечернюю набережную. Здесь гуляет много народу, весело, позитивно. То есть, в принципе, так же, как днем. И сегодня еще идеальное просто море. Вот такое вот светит луна, такая классная. Ну и, конечно же, надпись, куда без нее. Поэтому вечером здесь тоже есть что делать. Много всего интересного. Мы сейчас идем искать себе всякие интересности. Ну, что еще можно сказать про вечернюю набережную в Алуште? Яркое, классное, кстати, вот колесо. Мы почему-то вообще не обращали на него внимания. А, потому что... Почему мы не обращали на него внимания? Потому что мы днем с вами ходили. Сегодня идем первый раз вечером. Вечер чудесен. Очень, очень, очень атмосферно. И... Тепло. И тепло. Кстати, нужно отметить, я тоже об этом еще не говорил. Сентябрь. На данный момент, когда я записываю это видео, сегодня... Какое число? Семнадцатое. Сегодня семн... Или восемнадцатое? Мы приехали на 16-е, нет? Ну... Короче, сегодня семнадцатое. И... Ну, можно заметить, что 17-го сентября в Алуште. Тепло. Семнадцатое. Говорят, что на набережной в Ялте движу больше, чем на набережной, например, в Алуште. Но на самом деле это не так. Жест, конечно, талцует, как Павлик-наркоман. Вот. А помните, чуть ранее я вам рассказывал про Чебуречки? Кстати, к ним очередь даже вечером. Чебуречки огонь! Бар Барабуля, а точнее Барабуля-бар, можно найти напротив отеля Ривьера Санрайз. Он находится напротив, но и очень легко найти второе место в нашем рейтинге. Короче, второе место, второе из нашего выпуска топ-3 места в Алуште, это бар Барабуля. Мы попробовали здесь Раке, мы попробовали здесь Барабуля Матио, мы попробовали здесь что-то такое? Ставрида. Ставрида. Вкусно, реально, интернет есть, это очень здорово, есть Wi-Fi. Вкусное пиво, вкусные раки, единственные невкусные цены на раки. Раки с двумя пивами и с медьями вышли 1950. Вкусно, единственные цены, не очень вкусные, но кому как. Короче, второе место Барабуля занял в нашем рейтинге топ-3 места в Алуште. Сзади меня, кстати, вечерний, вечерний Барабуля-бар, мы отдали ему второе место в рейтинге в нашем топ-3 заведении в Алуште. Вот так он выглядит вечерочком, там охренительные раки и, собственно, крутое заведение, куда можно зайти и днем, и вечером. Блин, Лен, мы с этими штуками как туриста. Ваня, мы есть туристы. А, да, точно. Короче, в последний день нашего отдыха в Крайний решили с Джесс сходить в кинотеатр Штейн. Штурм, он здесь вот недалеко от набережной находится, сходить на фильм Дзюна. Перед тем, как пойти в этот кинотеатр, мы почитали отзывы там на Яндекс.Картах, мнения разделились 50 на 50. Мы решили проверить, как зал, как вообще там новое, кресло не новое. Женщина-кассир говорит, что новая аппаратура, все норм. Ну, мы, короче, проверим, и после просмотра фильма я обязательно поделюсь своим мнением и скажу, стоит ли ходить в этот кинотеатр или нет. Понеслась. Короче, чтобы скрасить ожидания, чтобы фильм протекал круто и позитивно, решили, короче, это ожидание скрасить винчиком в стаканчиках с местного винторга. Единственный момент, у них там не работает Сбер, нужна всегда наличка, но, в принципе, Джесс берет там уже второй раз гранатовое винцо в стаканчике и очень нравится. Поэтому мы, короче, пошли смотреть фильм, предварительно заправившись в местном винторге. Посмотрели фильм Дюна, фильм... ну, с фильмом есть вопросики, но насчет этого кинотеатра Шторм, однозначно, если вы будете получать, стоит сходить. Нормальный кинотеатр, нормальные кресла, нормальный звук, нормальные очки, короче, все с ним нормальное. Поэтому кинотеатру 5 баллов. А если вы хотите кофеечку, например, с утра, кофе твоя кофейня вон там на углу. Крутяцкий кофеек, проверено, проверено, крутяцкий кофеек, печенье, по-моему, Сникерс. И это тоже Сникерс. Обалденно. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну вот мы наконец забрались. Нашли обалденное место. Просто обалденное. И здесь обалденный закат. Ну, я собрала, конечно, километр прошли, но... Ну, как три. Ощущается, как три. Ощущается, да. Лен, это че такое? Это радужная фара. Это черное море. А это новый выпуск свежака, который уже на канале. Гоу, смотрите. Нормально. Ваня, это все мне? Нет, это все море. Вот почему ресторан Seazon занял в нашем рейтинге первое место, топ-1 по качеству еды, по вкусу, по ценам, кстати, тоже. И по локации, на которой он расположен. Напомню, мы находимся на набережной Алушта. Посмотрите, сейчас вечер. Посмотрите, как красиво светит луна. И как красиво выглядит этот ресторан. Ну и вообще, как там красиво. Первое место. Друзья, давайте подведем итог нашей поездки. Итак, с аэропорта Домодедова мы с Джессу летали в Алушту. Билеты два туда, два обратно. Вышли нам 13500. Покупали мы их сами, без туроператора, заметьте, и за две недели. Друзья, семь дней, шесть ночей вилла, в которой мы ночевали, ну она так называлась вилла, отельчик, в котором мы ночевали. Кстати, неплохой отель. Вышел нам 13500, семь дней, шесть ночей. Там даже был телевизор, мойка, умывальник и холодильник. И был канди, и был Wi-Fi. Поэтому 13500 за семь дней, в принципе, ничего. Те места, которые я уже упомянул, это медийный бар на набережной. Классное место. Это второе место бар Барабуля, где стоит попробовать раки, раки, вкуснейшие раки. И это на набережной обалденный рестик, сезон. Просто вам стоит там побывать. Ну еще кинотеатр Шторм, плюс огромная благодарность Валентине, фотографу. Классные фотки, несколько мест, несколько образов. Валентина, огромное тебе спасибо от меня и от Джесс. Под итог. С билетами, с отелем, с проживанием, но без еды. Плюс все бары, рестораны и плюс столовая по-домашнему обалденная, где мы питались. Спасибо тебе, столовая по-домашнему. Примерно вышло где-то 75-80 тысяч на все. Столько стоит Крым, столько стоит отдохнуть в сентябре. И если вы хотите пройтись по тем же местам, где были мы, ссылочки в описании на все бары, все рестораны и на всех людей, которые мы указали. Пока! И не забудь треснуть лайк, в колокол, подписаться.